Уважаемый музыкант, приветствую вас в моем видеокурсе, посвященном аранжировке композиций в разных музыкальных стилях. Я думаю, что во вступительном уроке мне лучше всего просто рассказать о том, чем мы будем заниматься в этом видеокурсе. Мой курс состоит из двух глав. Первая глава посвящена работе в программе «Аранжировщики» Band in the Box 2009 года. В Band in the Box мы создаем, так скажем, заготовку аккомпанемента нашей композиции. Чему вы научитесь из этой главы? Во-первых, тому, как эффективно подбирать стили для своей композиции. Мы будем использовать такое понятие, как стиль-прототип. И будем пользоваться списками стилей-фаворитов. Эти списки фаворитов, они очень облегчают работу по выбору стилей. Затем мы пишем последовательности аккордов для куплетов и припевов. Если вы мало смыслите в теории и гармонии музыки, то ничего страшного нет. Здесь вас ждет сюрприз. Я покажу вам свой очень эффективный способ, как быстро и легко подбирать аккорды к той мелодии, которую вы придумали. Итак, мы подбираем аккорды и пишем их в программу. Аккорды программа будет принимать прямо с миди-клавиатуры и будет показывать их название. Хотя, конечно, мы познакомимся и с другими способами ввода аккордов. А дальше программа обыгрывает аккорды в том стиле, который мы выбрали. По аккордам еще стоит отметить, что вы научитесь управлять характером исполнения отдельных аккордов. Например, укороченное звучание аккорда, протяжное звучание аккорда, режим упреждения аккорда. Это когда аккорд вступает чуть раньше ровной доли. Естественно, все эти режимы можно включать как для всех инструментов в аккорде, так и для любого инструмента в отдельности. Насчет стилей. Каждый стиль состоит из подстилей куплета и припева. Также переходов между ними и барабанных сбивок внутри куплета и припева. Все это мы применим в нашей композиции. Кроме того, вы сможете использовать в произведении не один, а несколько стилей. Естественно, эти стили должны сочетаться между собой. Но более ценно то, что мы научимся создавать смешанные стили. И менять эти смешанные стили в ходе композиции. Это очень важно, поскольку в нужном месте песни вы сможете сменить стиль у одного или двух инструментов, при этом не трогая весь аккомпанемент. Или вы можете дополнить, например, припев еще одним инструментом, которого не было в куплете. Вот вкратце о той работе, которую мы проделаем в Band in a Box. А дальше мы импортируем аккомпанемент в Cubase. В Cubase 5. И там мы продолжаем работу. Этому посвящена как раз вторая глава моего курса. Чем мы будем заниматься в Cubase? Прежде всего, мы назначим на дорожке аккомпанемента качественные WST-инструменты. Для решения этой задачи мы используем модули от Spectrosonic и Native Instrument. Для баса мы используем Spectrosonics Trilogy. Для ритм синтезатора и пэда модуль атмосферы. Мы научимся применять двухслойную структуру патчей и настроим звук с помощью огибающих амплитуды и фильтра. Для ударных мы используем модуль Stilus RMX. Поработаем со стилусом в режиме сэмплера. Ну и перкуссионный инструмент мы возьмем в сэмплере My Contact 3. После этого мы приступаем к записи мелодических партий. Здесь мы воспользуемся синтезаторами атмосферы. При этом мы будем активно использовать средства для оживления мелодии. А именно, придадим выразительность музыкальной речи за счет отклонения нужных нот от правильной позиции. Создадим где надо ускорение или замедление течения мелодии. А также отредактируем параметр Velocity для того, чтобы убрать монотонность. Мелодия у нас будет живой, выразительной и эмоциональной. Партии аккомпанемента мы также отредактируем. Аккомпанемент будет подчеркивать изменение ритма и эмоций в ходе композиции. Особенно это касается ударных партий. То есть мы поработаем над пульсом ударных, в нужных местах ускорим или замедлим пульс, сделаем аритмию и расставим сбивки. Далее мы запишем дополнительные инструменты. С их помощью мы заполним нежелательные паузы и украсим мелодическую тему композиции. На этом мы завершаем работу над куплетами и припевами. Но нам еще предстоит создать вступление и коду, концовку композиции. Здесь вы тоже получите полезные знания. В частности, научитесь автоматизировать атмосферу и трилоджи. Дело в том, что их автоматизация выполняется нестандартно. Мы будем автоматизировать частоту среза фильтра, катов. И за счет этого получим интересный эффект. То есть в моем курсе вы проходите полный цикл аранжировки композиций, используя программы Band in a Box и Cubase. И после прохождения курса вы сможете создавать профессиональные композиции в любом стиле. Желаю вам приятного и успешного обучения.